7 апреля 2024 года Русский добровольческий корпус подразделения россиян, воюющих на стороне ВСУ, заявил о прекращении горячей фазы операции в Белгородской области. Ее целями они обозначили защиту территориальной целостности Украины, а главным последствием назвали срыв планов наступления, приуроченного к выборам и инаугурации России. Рейд в приграничных районах Белгородской области продолжался почти 4 недели. В этот же день российский контрактник Антон, отбывавший атаки РДК, дезертировал из части в Белгородской области. До этого он два месяца с начала октября по конец ноября воевал на Кубинском направлении в составе «Шторма-Зет». Туда его отправили за длинный язык. Во время обучения в Курской области он много возмущался отсутствием нормальной экипировки. Что подтолкнуло Антона к дезертирству, как устроено дезертирство и как сбежать из российской армии, перестать быть фашистом и оккупантом? Об этом в сегодняшнем видео. Очень важна ваша поддержка в его распространении. Нет, не обязательно постите его в своих соцсетях, особенно если вы находитесь в России. Это может быть довольно опасно. Но вы можете поставить лайк, написать комментарий, собственно в комментариях, и подписаться на канал. Эти действия помогают продвинуть видео и позволят спасти какое-то количество жизней. Потому что чем меньше российских солдат воюют в армии России, тем меньше украинцев они смогут убить. Ну, соответственно, и сами эти солдаты, которые примут решение перестать быть пушечным мясом, перестать быть фашистом и оккупантом, тоже останутся живы. Итак, что Антон рассказывает про обучение, экипировку, как он бежал, почему он бежал и что он видел своими глазами, обо всем этом прямо сейчас. Там все должны были обеспечить элементарным хотя бы один комплект одежды. Пока нас оформили, пока провели на вещевой склад, а там все работники залиты и в хлам. Офицеры 50 на 50, но высший состав за малым не дотягивает до уровня Ельцина. Вся одежда 60-х годов по размерам не подходила. Сразу начались поборы. 500 рублей туда, 500 рублей сюда. По 2-3 тысячи мы скидывались на запчасти для техники. Выдумали какую-то дурацкую историю, мол, из-за того, что наш резервный батальон дислоцируется в Калининграде, есть сложности с доставкой запчастей сюда, поэтому нам надо на них самим скидываться. На что за чушь, ребята? Возмущается Антон. Руганью Антону удалось добиться выдачи положенных вещей. Среди них были колпак 20, переделанный советский шлем в 60-х годов, роба на 10 размеров больше положенного и берцы на 4. В итоге амуницию купил за свой счет. В часть приезжали перекупщики и продавали все необходимое, как утверждает Антон, по плюс-минус рыночным ценам. Зато в местном Чапке в Курской области литр молока стоил 800 рублей, а продавщица оттуда разъезжала по деревне на Гелике. Еду приходилось заказывать из города. Уже на второй неделе питанием и счастье перетравились абсолютно все, говорит Антон. Но что до боевых действий? Что до штурмов? Действительно ли там все так, как описывали многие другие солдаты? Конечно, тут нет никакого удивления, но да, действительно. И 600 человек в его подразделении после двух месяцев штурмов, живых осталось 40. Я провел два месяца в этой подкупинском. Это просто какое-то истребление. Из одной роты живым возвращается 5-6 человек. Технику тоже всю... Под конец нас уже просто перемешали с зэками и просто гнали, гнали, гнали. Как я выжил? Хороший вопрос. Я просто был гранатоменчиком, а не штурмовиком. Не заходил. Мы работали из закрытых позиций. Прямой наводкой в этих полях работать не вариант, вспоминает Антон. Весь процесс штурмов Антон называет и не толкай. По его словам, в идеальном варианте штурм происходит в несколько этапов. Сначала артиллерия обрабатывает местность, затем пехота штурмует позиции, за ней заходит группа закрепа, а за ними следует группа эвакуации и подноса, которые должны вынести раненых и убитых и доставить боеприпасы, воду и продукты. Но, как правило, на передовой все они перемешиваются, а пехота часто разбегается на подступах к позициям противника. Комплектация штурмового отряда разнится. Зависит от того, сколько людей добавят к зэкам. В среднем от 90 до 120 человек. Иногда гонят технику. Едем штурмовать лесополосу. Где-то есть блиндажи и все подготовлено. Где-то все наспех. Если попал в пехоту шторм, тебе пи***. В 9 случаях из 10 пехота все на подходе. Группа подходит метров на 200 и тут ее накрывает. В том случае, о котором я говорю, это были кассеты. В пехоте опытных людей нет, она разбегается. Если человек выживает, он больше не идет. У него начинается паника и истерика. Он лучше пойдет в дисбат, говорит Антон. По его словам, многие после первого штурма отказывались снова в него идти и предпочитали отправиться в Зайцево. Это поселок Луганской области, где находится нелегальное место, где военная полиция удерживает отказников и продвинившихся военных. Многим, как утверждает Антон, там даже понравилось, потому что их там содержали в бывших казармах. Другие говорили только слова «ад» и «б***». Начальство всячески скрывает потери, записывая невернувшихся с поля боя солдат в пятисотые, говорит Антон. Пятисотыми на войне называют убежавших или отказавшихся принимать участие в боевых действиях. Потери были просто безумные. Я со счету сбился. За три километра, которые по итогу отдали обратно украинцам, положили пять-шесть рот. Просто зашла украинская нацгвардия и добила раненых, а потом перекопала все танками. Методология подсчета потерь у нас тоже интересная. Если человека нет две-три недели, то будем реалистами. Его, скорее всего, разобрало на запчасти или закопало. Но они числятся пятисотыми. Начальство за излишний перерасход личного состава не поздоровится, поэтому записывают пятисотыми. Командование полка не хочет лишнего внимания, объясняет Антон. 27 ноября боевое задание закончилось. Воевать было практически некому и на позиции подвезли новый состав. Остатки старого перевезли в лесополосу в районе села Новочервонное. Туда привезли новобранцев из числа контрактников и заключенных. Две роты З и В. Антон со служивцами их обучали. Как он сам говорит, из-под палки. Пехоту иногда отправляли на штурм, но... Но остальные группы вновь занимались обычным армейским устроем в ожидании нового боевого задания после Нового года. Но вместо этого Антона и остатки его отряда декабрьской ночью погрузили в грузовики и через 18 часов доставили в Белгородскую область на бывший армейский полигон. Там они занимались работами на полигоне, дежурили в нарядах и время от времени ездили на укселение к пограничникам вести беспокоящий огонь. К 13 марта Антона с его отрядом перевели в лес рядом с селом Шебекино. Они оказались в блиндаже со связистами. Прошел слух, что будет очередное боевое задание, но оно может отмениться. Такое объясняет Антон не редкость. Около 7 часов вечера солдаты погрузились в машины. Бронированной техники после штурмов не осталось. Только КАМАЗ, Урал, Газель и Соболь. На них отряд катался всю ночь. Антон утверждает, что даже командование толком не знало, куда они едут. В начале 6 утра 14 марта их привезли в поселок Мокрая Орловка Белгородской области. Там колонна попала под минометный обстрел. Во время него одному из сослуживцев Антона оторвало голову. Мины или куском асфальта, отлетевшему от обстрела, неизвестно. О том, что рейд РДК ЛСР и Сибирского батальона на Белгородскую область продолжается уже третьи сутки, они не знали. Мы вообще не знали, что делать и где мы. Командование заткнулось. В Газеле мы ехали малыми подразделениями. Отделение ПТРК, один огнеметчик и я с гранатометом АГС. У нас под жопой было два ПТУРа, восемь шмелей и ящик с вогами. Если бы это сдетонировало, там смело бы всю колонну. Еще и окрестные домики. Мы, естественно, после прилета по колонне все разбежались кто куда. Мирные жители свалили из деревни. Мы пытались укрыться. В моем случае мы завалились какой-то 90-летней бабульке в летнюю кухню. Она на нас даже не обратила внимания. Нас обстреливали с перерывами в районе часов двух, вспоминает Антон. Вообще, насколько информация Антона достоверная? И вообще, что это за Антон? Откуда он взялся? На самом деле, Антон это российский военнослужащик, который смог дезертировать и он дал интервью изданию Верстка. Они недавно открыли свой YouTube-канал. И там вы можете увидеть полную версию этого интервью. Ссылку на него я оставлю в описании. Собственно, к изданию Верстка я отношусь с уважением. Поэтому не считаю, что это ряженый актер. И считаю, что информацию, которую они от него получили, документы, которые он предоставил, собственно, заставили их поверить в его историю. Но вернемся к самой истории. Пожилая женщина, которой ворвались военные, не пострадала. Но из-за повреждений от мин у нее загорелась газовая труба. А одна из мин полностью уничтожила дровник. Командование вышло на связь только в десятом часу утра и приказало выдвигаться к школе в Мокрой Орловке. К моменту обстрела практически все мирное население покинуло поселок. Поэтому школа не работала. На помощь отправили таблетку одного из полков. Доехав до места, военные расположились в недостроенной бане. Первые сутки они отсыпались и старались не высовываться. Антон говорит, что их обстреливали из минометов и танков. Над ними кружили дроны. Связи практически не было. Во время рейда РДК легиона свободы России сибирского батальона российские солдаты сидели в брендаже и кипятили воду в чайнике. Нужна поддержка. Передали по рации сквозь помехи. Да где ты? Они хотят между нами пробку между нами. Связь прервалась. Если мы выйдем на связь, это мы сейчас куда-то убежим. Вы согласны, товарищи? Где-то они держат оборону. Походу украинцы лезут. А где они их знают? Ну и что думаешь? В смысле, что я думаю? Куда ты собираешься бежать-то? А кто такой Псков вообще? Нужна срочно артиллерия? Срочно артиллерия! Срочно! Сквозь помехи послышалось из рации. Нет, сейчас мы никуда не побежим, резюмировал в ответ один из солдат в брендаже. Мы слышали разговоры наших товарищей, но ответить ничего не могли. На их участке был прорыв. Там был не только шторм, но и остатки пограничников. Между делом выяснилось, что в лесополке размотало целый взвод. Четверо двухсотых. Нас туда отправили на эвакуацию. Еще один раненый позже умер в госпитале. Я его лично выносил. Еще где-то через неделю привезли двоих пятисотых. Они под шумок свалили, вспоминает Антон. Позже, в этот же день, они отправились эвакуировать раненых и убитых с поля боя. Антон до этого не был в группе эвакуации, но заменил погибшего сослуживца. Медики не справлялись. После эвакуации группа бросила оружие и броню, вес которых достигал до 50 килограмм на поле боя и пошли 5 километров пешком в школу обратно. Там для них уже оборудовали пространство в подвале, где раньше была столовая. Они это спались, купили кофе и сигареты, отправились обратно за оружием туда, где еще недавно происходили боевые действия. Местонахождение своего гранатомета Антон отметил на карте звездочкой. Если ты гранатомет, тебя переведут в пехоту, а пехота — это верная смерть. Автоматов и пулеметов как мусора. Родить что-то более тяжелое уже сложно. Командир как-то разоткровенничался и сказал «На вас карандаши мне, мне, вас сколько надо, пришлю таза, технику, будут серьезно кучу бумажной волокиты». Оно в целом видно, в штормах потери доходят до 90%, говорит Антон. Он утверждает, что если бы Россия не подняла в воздух ВКС, подразделения, перешедших на сторону ВСУ, россиян легко бы захватили приграничные районы Белгородской области при помощи ФПВ дронов и мин. Украина превосходит Россию на полвека в техническом плане. У них точнее артиллерия, а дроны постоянно ведут разведку, считает Антон. Его командир Денис Томельченко с позывным «Лис» после рейда ушел в запой вместе со всем штабом. Параллельно, говорит Антон, он избивал всеми подручными средствами вновь прибывшего контрактника-связиста, винил его во всех проблемах со связью во время рейда. Спустя несколько дней тот дезертировал. К тому моменту похожие мысли уже не отпускали и Антона. В конце марта Антон смотрел телеканал «Дождь» на ютубе с телефона. В одном из эфиров рассказывали про организацию «Дети леса», которая помогает российским военным дезертировать. Сначала он отнесся скептически, но позже решил попробовать, потому что новой возможности могло не быть. Поползли слухи о наступлении на Волчанск. «Панические мысли сбежать появились у меня впервые во время Купинского наступления. У меня были абсолютно другие представления. Вина на мне лежит. Все-таки со временем пришло осознание, что находиться в этих... и выжить невозможно. Штормами затыкают все дыры на фронте. ВДВшники и морпехи там работать отказываются», — объясняет Антон. Он попытался отпроситься у командования на три дня, но ему не разрешили. Отпуск тоже не дали. Отпуск, по его словам, не всегда дают даже мобилизованным в сентябре 22-го года. Удалось отпроситься в увольнительную до утра. Вечером Антон покинул лагерь, добрался до Белгорода, забрал у доверенного лица свой загранпаспорт и другие документы, хранившиеся дома, снял отель и сменил военную форму на гражданскую. Сел в такси, съездил на еще одну встречу с еще одним доверенным лицом за валютой. Оттуда поехал в Смоленск. Там снял квартиру на сутки и купил себе билет до Минска через день. Планы едва не испортило обрушение моста на железнодорожные пути в Смоленской области. Пришлось сдавать билет на поезд, искать таксиста, который перевез бы через границу с Белоруссией. На въезде туда пограничники пропустили машину даже без досмотра документов. Доехав до Минска, Антон купил авиабилеты в Ереван, откуда улетел в одну из европейских стран. О побеге думают практически все, кто побывал за лентой. Если делать все более-менее осторожно, уйти из армии вполне реально. С полевого лагеря свалить, выкинуть форму, переодеться в гражданку. Главное, иметь при себе хоть какие-то документы, кроме военника, советует он. По словам представителя «Идите лесом» Ивана Чувеляева, с побегом Антона проблем не возникло. Единственным осложнением его ситуации был добровольно подписанный контракт, который сделал его путинским крепостным. Путь по России – это проще простого. Там нет ничего интересного, независимо из какого региона ты едешь. Ты добираешься ни на поезде, ни на электричке. Как правило, дезертиры пользуются блаблакаром или автостопом. От него требовалось по возможности быть максимально тихим и незаметным. Найти неприметную одежду, не покупать на паспорт никаких билетов и уж тем более не полить банковскую карточку, выданную Министерством обороны. Это какие-то элементарные правила цифровой и бытовой безопасности, соблюдая которые, вполне можно уйти. Он все соблюдал и все прошло спокойно, объясняет Чувеляев. Мы, пишет Верстка, встречаемся с Антоном весенним вечером в кофейне в одном из европейских городов. Ему 31, но выглядит он сильно старше. Он выпивает три американа подряд и курит один красный Винстон за другим. На войне Антон перестал считать контузией после 20-й. К мирной жизни он спустя полтора месяца после побега адаптироваться не может. Говорит, что впервые зайдя в туалет на гражданке, он не сразу вспомнил, как его смывать. Иногда у него происходят вспышки агрессии, панические атаки и адреналиновые припадки, но он старается их подавлять. Еще до отправки на фронт он полностью отказался от алкоголя и ни во время войны, ни после побега не пил. Наркотикам всегда был равнодушен. И его отношение к войне в Украине сильно изменилось. Как-то наше командование отряда по пьяни прорвало. Да мы... Мы действительно... Соглашается Антон. Это разочарование. Командование его не показывает, а такие каминг-кауты случаются в основном по пьяни. За время нахождения там у меня переломались все взгляды на жизнь. К российской государственности я больше не испытываю ничего положительного. Это не война, а какая-то агония. Всплывают параллели разве что с Первой мировой. Тебя просто гонят на убой, заключает Антон. Изначально он отправился на войну, чтобы выплатить кредиты размером почти в миллион рублей. Сделать это, по его словам, его убедили судебные приставы. Условия предложили хорошие. Контакт с гражданской организацией АО «Инвестинформ», которая вербует контрактников на войну с Украиной, плюс Собянинские, плюс выплаты от Министерства обороны Российской Федерации. Всего должно было выходить порядка 350 тысяч в месяц. Сразу давали 400 тысяч подъемных. На них он купил экипировку. Корреспондент Тверский под видом добровольца связался с компанией АО «Инвестформ». Сейчас они предлагают от 360 тысяч рублей в месяц, подъемные около 600 тысяч рублей. Компенсация в случае ранения от 3 до 7 миллионов рублей, в случае гибели от 13 миллионов. АО «Инвестформ» появилась в Москве в конце августа 2022 года. О ней известно очень мало. Из их финансовой отчетности неизвестно практически ничего. Только то, что в 2023 году они потратили более 900 миллионов рублей. Как выяснила верстка, численность сотрудников этой компании всего 33 человека. Скорее всего, эти деньги ушли на выплаты завербованным контрактником. Одним из таких контрактников и стал Антон. В августе 2023 года он приехал в Москву, заселился в общежитие, подписал годичный контракт с Минобороны и трудовой договор с АО «Инвестформ». После подписания контракта все исполнительные производства, открытые в отношении Антона, приостановились. По его словам, на госуслугах появилась опция выбора даты, до которой можно заморозить выплаты по кредитам. Он считает, что он вправе на него претендовать как человек, который отказался от участия в военных преступлениях. Кредит он до конца так и не выплатил. Делать этого и не планирует. Еще одна история еще одного дезертира, которая подтверждается как раз многими другими сообщениями российских солдат. Они все говорят одно и то же. Причем неважно, где они находятся. В плену, на поле боя или записывают обращение в Минобороны непосредственно из российской армии. Мясо, бесконечные смерти, бесконечные потери и лобовые атаки, отсутствие экипировки, командование, которому... И путь в один конец. Люди, которые попадают в российскую армию, по умолчанию становятся фашистами и оккупантами, но дополнительно к этому скорее становятся инвалидами или вовсе умирают. Это происходит постоянно. Причем, если один раз этого удалось избежать, это не значит, что повезет в будущем. Просто потому, что у этого нет срока. Ты воюешь в российской армии до конца войны, независимо от того, когда он наступит. Через год, через 10, через 100. Неважно. Поэтому твой шанс умереть возрастает кратно. Если ты в штормах, если ты в пехоте, в штурмовой, то у тебя практически нет шанса на выживание. Полгода, год, и ты почти точно труп. Собственно, так и воюет российская армия. Она просто пихает пехоту на амбразуру. Просто волна за волной, а так и за атакой они расходуют людской ресурс, как кушечное мясо. И ровно поэтому выжить там практически невозможно. Есть некоторое количество организаций, которые помогают дезертирам. Идите лесу, наверное, из них одна из самых главных и самых уважаемых. Они действительно очень много сделали и, по сути, являются настоящими героями. И здесь надо работать не столько из жалости к этому Антону или любым другим российским солдатам. Ведь все они рассказывают, что они никого не убили и все такое. Но, скорее всего, это неправда. Если ты провоевал в этой войне некоторое количество времени, тем более, будучи гранатометчиком, ты наверняка убил какое-то количество солдат противника. Просто потому что, ну а как еще иначе. Тем не менее, отсутствие этих людей в российской армии, то, что они стали дезертирами, это позитивно скажется на этой войне. Позитивно скажется на приближении победы Украины. Поэтому количество этих дезертиров нужно увеличивать. А значит, нужно помогать организации детей лесом и нужно распространять информацию о ее существовании. Как вы видите, в 2023 году Антон услышал из эфира телеканала «Дождь», что существует такая организация. Я общался с детей лесом и узнавал о них не так давно. Они говорят, что с моих роликов приходит тоже довольно много людей, которые обращаются к ним за помощью. Поэтому, пожалуйста, помогите распространить этот ролик, да и просто среди своих друзей, знакомых, братьев, сестер, если у вас отец находится на войне, если у вас брат находится на войне, если у вас сын находится на войне, а с ним давних пор, если у вас мать, сестра или дочь находятся на войне, потому что Россия начала отправлять в штурмы женщин из колоний, просто вербует их в колониях и использует их как штурмовую походу тоже, то расскажите им про «Идите лесом». Расскажите им про то, что их ждет, хотя, я думаю, они и так уже все прекрасно знают и лишь ищут возможность, как им уйти из российской армии, как им перестать быть частью этого, как минимум из своего шкурного интереса. Поэтому запоминайте «Идите лесом» — это организация, которая поможет, ну а полную версию интервью с этим Антоном вы можете посмотреть на канале «Верске», на YouTube-канале «Верске», где они прямо с ним разговаривают. С вами был Майкл Наки и до скорых встреч, всего доброго, пока! Субтитры создавал DimaTorzok